С вами снова авторы курса ЭКГ под силу каждому. Перед тем, как мы начнем разбирать наше десятое занятие, мы рады сообщить, что по данному видеокурсу вышла в свет книга с одноименным названием. Мы постарались сделать из данного издания помощника читателю в изучении ЭКГ с самых азов. Книга получилась очень яркой, по нашему мнению, и красочной. В ней собрано огромное количество картинок и схем. Вся важная информация для запоминания выделена в отдельные рамки. Материал изложен доступным языком, последовательно. Он несколько отличается от видеокурса. В книге еще есть дополнительная одиннадцатая глава. Она посвящена синдрому преждевременного возбуждения желудочков. И, например, по мнению людей, которые прочитали уже эту книгу, эта книга считается на одном дыхании, и им все было предельно понятно. Они считают, что огромное количество картинок и схем очень помогает в понимании ЭКГ. В этой книге 160 страниц. Стоимость книги, а также способы ее оплаты и доставки во все страны уточняется на нашем официальном сайте medforce.ru в соответствующих разделах. Торопитесь приобрести эту книгу сейчас, поскольку первый тираж всего 800 экземпляров. Не пытайтесь найти эту книгу в электронном варианте в интернете, поскольку копирование данной книги или ее фрагментов защищены авторским правом. Давайте приступим к изучению теперь десятого урока. ЭКГ при различных локализациях инфаркта миокарда. Прежде чем мы начнем изучать данную тему, мы немножечко вспомним предыдущее, девятое занятие, где мы с вами уже обсуждали ишемии, повреждения и инфаркты, как виды повреждений миокарда. Но будем рассматривать их в несколько другом аспекте. Начнем мы с того, что рассмотрим сердце в поперечном разрезе, на уровне желудочков. Я думаю, всем стало понятно, что вот это у нас левый желудочек, вот это правый желудочек, а это межжелудочковая перегородка. Расположим регистрирующие электроды. В данном случае мы взяли грудные от V1 к V6. И посмотрим, как они простреливают наш миокард и за что они отвечают, сразу становится видно. Обратите внимание, что, во-первых, не все участки миокарда простреливаются грудными электродами. Вот, например, часть миокарда, которая никак не простреливается грудными электродами. И вот также небольшой участок миокарда, который не будет регистрироваться в грудных отведениях. Поэтому вы должны знать, что иногда для постановки полного диагноза нам нужны еще дополнительные электроды. То есть мы еще можем сюда дополнить, как в эту сторону электроды наложить, так и в эту сторону наложить дополнительные электроды. И второе, на что хотелось обратить внимание, это то, что в девятом занятии мы смотрели, как выглядит измененная стенка, будь там ишемия, повреждения или инфаркт, под электродом. Однако вот на этой картинке видно, что электрод, он простреливает не только одну стенку, а он еще продолжается дальше и простреляет еще стенку. То есть у него есть стенка на входе и на выходе. Нужно, чтобы вы поняли, что в определенном отведении, то есть то, что зарегистрировал электрод, мы будем видеть информацию не только о той стенке, непосредственно над которой он будет расположен, но и противоположной, на другой стороне. Но одни и те же изменения, например, субопикардиальная ишемия, стенки под электродом и на выходе, и его прострела, будут совсем по-разному отображаться в отведении. Давайте рассмотрим несколько примеров, и вам станет все сразу понятно, что было сказано выше. Предположим, что в данном участке есть субэндокардиальная ишемия передней стенки левого желудочка. Субэндокардиальная. Мы помним, что субэндокардиальная ишемия, она у нас характеризуется высоким зубцом Т. Вот мы что в данном случае видим, что от В3 до В6, вот они простреливают эту ишемию, и поэтому мы наблюдаем в этих отведениях высокий зубец Т. Далее второй пример. Субэпикардиальная ишемия переднебоковой стенки левого желудочка. В данном случае только два электрода, В5 и В6, простреливают через эту область, соответственно только в них мы будем наблюдать изменения. Как вы помните, при субэпикардиальной ишемии мы будем видеть отрицательный зубец Т. Вот мы его и видим в отведениях В5 и В6. А теперь рассмотрим ишемию задней стенки левого желудочка. В данном случае эта стенка по отношению к электроду уже будет как бы на выходе, а не та, которая непосредственно находится под ним. Поэтому нужно запомнить, что изменения, локализованные в стенке, которые будут являться по отношению к электроду, вот простреливаться на выходе, то есть не первая стенка, не та стенка, которая будет находиться сразу под электродом, а вот на выходе этого, будут регистрироваться под электродом как субэндокардиальные изменения. Вне зависимости какими они здесь будут, субэпикардиальными, субэндокардиальные, трансмуральные, неважно какие будут это, ишемия, повреждения, инфаркт, все они будут видны в этом отведении как субэндокардиальные изменения. Продолжим рассматривать данный пример. Вот мы видим, как бы выглядела кардиограмма в различных грудных отведениях при такого рода повреждении, то есть ишемии задней стенки левого желудочка. Видим, что В1 и В2 распознают как субэндокардиальное и характеризуется оно высоким зубцом Т, несмотря на то, что по факту ишемия субэпикардиальная. Но поскольку по отношению к прострелам на данных электродов является на выходе расположено, на стенке которой на выходе, это изменение распознается в любом случае как субэндокардиальное. Еще несколько примеров, касающихся уже в данном случае повреждений. Вот мы рассматриваем субэпикардиальное повреждение передней стенки левого желудочка. Опять же видим, что это повреждение затрагивает и простреливает 3 отведения, В3-В5. Поэтому мы в них будем видеть соответствующие изменения. Подъем сегмента СТ, что и характерно для субэпикардиального повреждения. Рассмотрим субэндокардиальное повреждение передней стенки левого желудочка. Опять же, те отведения, которые будут простреливать данное повреждение, будут иметь и соответствующие изменения в виде депрессии сегмента СТ. В данном случае депрессия сегмента СТ наблюдается в отведениях В2, В3, В4, В5 и В6. И рассмотрим повреждение задней стенки левого желудочка. Видим, что это повреждение расположено субэпикардиально. Но, как я вам уже говорил, не имеет значения, как оно будет расположено трансмурально, субэндокардиально. В любом случае, эти электроды будут воспринимать его как субэндокардиальное повреждение. Поскольку это повреждение будет простреливаться уже на выходе по отношению к регистрирующим электродам. Поэтому мы видим соответствующие изменения, что в отведениях В1, В2, В3, В4 будут депрессии сегмента СТ. Для чего мы это объясняли? Для того, чтобы вы понимали, что у одних грудных отведениях, для того, чтобы определить, в какой точке расположен инфаркт, порой бывает недостаточно. Обязательно нужно анализировать ЭКГ во всех 12 отведениях. А иногда нужно и накладывать дополнительные электроды, для того, чтобы более точно определить продолжительность и локализацию повреждения того или иного. Поэтому, когда мы видим, к примеру, в В1, В2, В3, В4 подобное изменение, это не говорит о том, что мы сразу можем посмотреть и сказать, что повреждение является субэндокардиальным и расположено оно вот как в данном ситуации, это бы располагалось оно вот здесь. Оно может располагаться и на задней стенке. Поэтому нужно обязательно посмотреть, будет и все остальные отведения. А мы помним, что за переднюю стенку еще отвечает и первое отведение, второе и АВЛ. Поэтому, если бы повреждение находилось вот здесь, то, соответственно, изменения были бы и в этих отведениях. А если там, например, нету этих изменений, то мы понимаем, что, скорее всего, это повреждение расположено в задней стенке. Такие изменения, когда они находятся в задней стенке, но отображаются все равно они, как субэндокардиальные какие-то, называются рецепроктные. Вот приведена еще картинка из третьего занятия для того, чтобы вы вспомнили, какие еще отведения за какие стенки отвечают. Я думаю, вы можете нажать на паузу, вспомнить и продолжим. Теперь разберем мы типичные признаки инфаркта миокарда. Их всего четыре. Запомните их крайне просто. Первое. Это патологический зубец Q или комплекс QS. Второе. Уменьшение амплитуды зубца R. Помним мы из-за чего? Потому что масса миокарда в данном участке уменьшается, поэтому деполяризуется ее меньше, и, соответственно, зубец R тоже будет меньше. Подъем сегмента ST. Понимаем, что острый инфаркт миокарда, он не может быть прямо зоной некрозы, и сразу за ней будет следовать хороший миокард. Есть все зоны. То есть участок непосредственно некроза, вокруг ее располагается повреждение, вокруг ишемия, и только после ишемии мы будем уже видеть нормальный миокард. Поэтому подъем сегмента ST также будет. И отрицательный коронарный зубец T. Зона ишемии как раз таки при инфаркте тоже будет. Теперь разберемся, как же определить, где локализован инфаркт. Если перечисленные признаки зарегистрированы в отведениях V1-V3, то это передний перегородочный инфаркт миокарда. В отведениях V3-V4 – передний верхушечный инфаркт миокарда. В отведениях 1-AVL-V5 и V6 – передний боковой инфаркт миокарда. В отведениях 1-AVL-V1-V6 – распространенный передний инфаркт миокарда. В отведениях 3, АВФ, 2 – заднедиафрагмальный или нижний инфаркт миокарда. А также, если это будет зарегистрировано в отведениях В5, В6, 3, АВФ и 2 – заднебоковой инфаркт миокарда. Вот это основная информация по определению места, где расположен инфаркт миокарда, в какой области сердца. Далее мы разберем несколько примеров, как будет выглядеть кардиограмма при инфарктах, локализованных в различных участках. Так, давайте рассмотрим, как будет выглядеть ЭКГ при переднеперегородочном и верхушечном инфаркте миокарда. Вот мы видим сердце, видим коронарные артерии и их ветви, вот передняя межелудочковая ветвь, а левая коронарная артерия. Предположим, что в ней развилась какая-то закупорка и в этом участке развился некроз. На ЭКГ мы будем видеть следующие изменения. В В1, В2 и В3 мы видим комплекс QS. Зубца R нету, вот он, как бы хотел бы он быть, но он совсем маленький, не достает до изолинии, поэтому это все называется комплекс QS. Подъем сегмента ST, отрицательный T, видим также во втором и в третьем отведении. Классические признаки инфаркта миокарда типичные, да, мы их с вами уже разбирали. А также в четвертом отведении мы видим патологический зубец Q, здесь уже R есть и отрицательный зубец T, несколько поднятый сегмент ST. Вот так будет выглядеть кардиограмма при переднеперегородочном и верхушечном инфаркте миокарда. Мы видим, что изменения есть только в В1, В2, В3 и В4. Посмотрите табличку, вы поймете, почему это переднеперегородочный и верхушечный. Если вы не помните, за что отвечает каждая из грудных отведений, рекомендую посмотреть еще раз занятие 3. Теперь разберем ЭКГ при переднебоковом инфаркте миокарда. Предположим, что в данных ветвях теперь развилась какая-то закупорка и развился некроз переднебоковой стенки. Вот как будет выглядеть ЭКГ при данном инфаркте. Видим, что в В4, В5 и В6 есть зубец Q, патологический, подъем сегмента ST и отрицательный T. То есть типичные признаки инфаркта. Поскольку мы видим еще изменения и в первом отведении, а также в отведении АВЛ в виде патологического зубца Q, отрицательного зубца T, мы делаем вывод о том, что это переднебоковой инфаркт миокарда. И последний пример, который мы с вами разберем, это ЭКГ при заднедефрагмальном инфаркте миокарда. То есть уже закупорка произошла в веточках правой коронарной артерии. Видимо, она как бы загибается туда и отвечает за заднедиафрагмальный участок. ЭКГ будет выглядеть следующим образом. Вспоминаем, что при заднедиафрагмальном инфаркте изменения у нас должны быть во втором, в третьем отведении и в отведении АВФ в виде патологического зубца Q. Также подъем есть сегмента ST, отрицательный зубец T. Но здесь мы еще видим и изменения В1, В2, В3 и В4. Однако эти изменения характеризуются депрессией сегмента ST. Если мы вспомним, депрессия сегмента ST бывает либо при субэндокардиальных изменениях, либо это рецепроктные изменения. В данном случае это рецепроктные изменения. Вспоминаем картинку, которую мы рассматривали в начале занятия, где мы рассматривали повреждения. Теперь представьте, что здесь просто есть инфаркт с зоной повреждения. И поэтому, соответственно, он будет во втором, в третьем отведении и в АВФ. А вот как в данном случае в В1, В2, В3 и В4 будет рецепроктно депрессией сегмента ST. На этом наш видеокурс заканчивается. Всю информацию о нем ищите на нашем сайте medforce.ru в разделе «Видеокурс ЭКГ». По данному видеокурсу вы можете приобрести еще и книгу, которая станет вашим надежным помощником, которая всегда будет у вас под рукой. Информацию о ней ищите на нашем сайте medforce.ru. До встречи!